Шестой ежегодный красочный фестиваль «Праздник Миллениум» – событие масштабное, яркое и, несомненно, интересное. Гости открытия многожанрового феста во Дворце спорта «Виктория» ждали выставки книг и картина, также живые скульптуры театра «Ларчик». Вообще каждый фестиваль по-своему, наверное, интересен. И вот в Бресте он уже шестой раз стартует сегодня на площадке нашего центра «Виктория». И, наверное, надо самое главное сказать, что это даёт старт для возможности показать наших юные таланты. Второе – это, наверное, общение, международное общение тех стран и городов, которые сегодня участвуют. И третье – это, как это, не избалованная публика Брещан сегодня получит хороший концерт с участием Олежка. И, наверное, самое интересное, что фестиваль набирает обороты и количество сегодня как конкурсантов, так и профессиональное жюри, которое участвовать будет в оценке. В целом потом даст, наверное, тут положительный момент и эмоции для наших горожан. Билеты раскуплены, места заняты, а значит, пора начинать грандиозное шоу. Открыл шестой международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества «Миллениум» председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский. Я не буду томить с вещами, долгими речами. И хочу, наверное, сказать, что сегодня шестой международный многожанровый фестиваль-конкурс объявляется открытым. Миссия фестиваля – объединение людей с разными взглядами, менталитетом и культурой. И она перекрекается с творчеством хедлайнера нынешнего шоу Виктория Олешко. Концертная программа «Настоящее золото» наполнена волшебством и неповторимым уютом. Она отражает менталитет белорусов, где в каждой ноте заложена любовь к родине, людям и жизни. Слушатели плакали, смеялись, танцевали и прочувствовали каждую гармонию душевных песен. «Настоящее золото» Завершение концерта Зал одарил Виктория Олешко цветами и нескончаемыми овациями. Прекрасный букет артистка получила и от Сергея Лободинского. «Дорогая Виктория, это заря, наверное, для всех конкурсантов и для нас, брещан. От себя низкий поклон тоже вам за ваше творчество, за хороший вечер. Всем нашим конкурсантам удачи, по нам, Бресту, процветания и, конечно же, мира и всей стране». «Посоединяюсь каждую слову, если можно так. Спасибо вам огромное. Спасибо». Впереди еще 4 дня фестивальной программы в инструментальном, вокальном и театральном жанрах, а также кастинг-модели на фэшн-шоу «Лукбук». «У нас на проекте присутствует в этом году 12 стран-участниц, а мы уже подвели небольшой такой анализ. За 6 лет более 20 стран и более 30 тысяч участников принимало участие в фестивале или как зрители, или как гости. В этом году кто-то из конкурсантов смог приехать, кто-то принимает участие дистанционно. Но самое главное, что люди любят фестиваль, и это самое важное. Уже 6-й международный, несмотря ни на что, многожанровый фестиваль-конкурс «Творчество Миллениум» с фееричным вообще шоу открыт. Честно скажу, у сердца билось, наверное, 200 ударов в секунду, потому что, ну, так заведен зал, столько много отзывов от публики получаешь, находясь вот в этом пространстве. Это самое лучшее и самое важное, что могут ожидать организаторы – это открытие. Я хочу выразить слова глубокой благодарности Брестскому городскому исполнительному комитету и председателю городсполкома, мэру Бреста Сергею Николаевичу Лободинскому, Брестскому областному объединению профсоюзов и Рогачуку Александру Степановичу лично за поддержку, подготовку и проведение абсолютно всех шести фестивалей «Миллениум». И я хочу сказать, что первый регион действительно славится гостеприимностью, потому что все конкурсанты, несмотря из какой страны они приезжают, всегда отмечают, что в нашей Беларуси, в нашей синевокой стране всегда очень чисто, очень красиво, и мы всегда гостеприимно встречаем наших гостей. Подведение итогов фестиваля конкурса «Миллениум» пройдет в воскресенье 21 апреля и практически сразу же начнется подготовка к следующему седьмому празднику искусства. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинек, Юрий Ремонтович, Новости Бреста. Дмитрий Литвинек, Юрий Ремонтович, Новости Бреста.